Мы рады вас приветствовать на пресс-конференции, которая посвящена предстоящему бою Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева в рамках турнира Fight Nights Global 90. Бой состоится 19 октября 2018 года в Москве во время Большого Бойцовского вечера смешных ненаборств. И как раз об этом мы будем говорить сегодня на нашей пресс-конференции. Я рад всех приветствовать и представлю сейчас всех ее участников. И вот в зале появляется с чемпионским поясом Владимир Минеев. Да, с подарочком. Слезда Галлаза Валерска. Хорошо, хорошо. Спасибо, спасибо. Намажешься как-нибудь. Представляю, с удовольствием представляю президента промоутерской компании Fight Nights Global Камила Гаджиева. Здравствуйте. Спасибо большое, что пришли. Справа от Камила всем прекрасно знакомый участник боя Магомед Исмаилов. Рядом со мной, с удовольствием, представляю директора по маркетингу компании FONBET Алина Викиревич. Алина, здравствуйте. Компания FONBET является центральным партнером, поэтому Алина здесь вместе с нами. Ну и также вместе с нами и не просто участник, а еще и модератор нашей пресс-конференции. Мы сегодня на пару будем работать вместе с Салашей Чургулей, директором по маркетингу компании FONBET. Здравствуйте, здравствуйте. Ой, в компании Fight Nights Global, прошу прощения, да. Итак, уважаемые дамы и господа, 19 октября нас ждет большой бойцовский вечер и центральным поединком которого станет, конечно же, бой между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым. Я прошу внимания на экран. Я прошу внимания на экран. 19 октября, Сельская арена, билеты на сайте fightnights.ru Итак, давайте начнем наше общение. И первые вопросы, чтобы не было вопросов ко мне, почему я начинаю сейчас с Магомеда Исмаилова, я по алфавиту. Магомед, я помню, что достаточно давно вы в соцсетях написали, и это было адресовано как раз Владимиру, что вы хотите хорошо подготовиться к бою с ним. Поэтому я должен быть в очень хорошей форме. Поэтому, первый вопрос, в какой сейчас форме и как идет подготовка к бою? Я в отличной сейчас форме, чувствую себя уже очень хорошо. Хоть завтра можно выйти в клетку и подраться. Но у меня еще есть более 20 дней для того, чтобы быть еще в лучшей форме. И не то, чтобы я хочу, чтобы я был в форме хорошей. Судя по лицу, я не скажу, что ты в форме, Мага. Нет, может, снять маечку, показать. Прыщи свои показать хочешь, что ты в форме? Ха-ха-ха, ха-ха-ха, можете, по-моему, что показать. В форме это что значит, что ты нормально на химии? Если я сейчас, фу, я конкретный химик. Зарядка. Вот же, вот же. Хорошо, что здесь нет юсады там и так далее. Хорошо, что здесь никто не боится с химиками. Я жестко заряженный. И не менее меня заражен и этот парень. Мы просто заряженные химики выйдем подраться. Вот так, захимичено. Это нормальная ситуация. Меня к своим не причислять. Не будем заострять на этом внимание. Ты первый, кто не знал допинг-контроль в России вообще. Не сдал? В UFC поэтому-то типа с Магомедом Исмаиловым хочу подраться. В UFC не хочу. На самом-то деле ситуация другая. Я говорю, я готов в UFC подраться. Если меня беспокоил бы допинг-контроль, я бы не говорил, что я хочу в UFC подраться. Маг, это сейчас как флаг файт-найт. А он отказался от UFC. Почему отказался? Там допинг-контроль попадал его. Так что давай не будем заострять. Ты чисто под флаг файт-найт сейчас замаскировался? Красный такой стал? Я просто химик. Сейчас вы все поймете. Не, ну снимай дальше майку. Давай, самое интересное. Чисто на хиньканчике. Прыщи где твоя, москва. Это чисто на хиньканчике. Так вот, дело в чем. Отвечаю на вопрос. Я хочу, чтобы он был лучший в своей форме. Я знаю, что в этот день, в этот день я, в этот день одному суждено выиграть, одному суждено проиграть. Вот кто-то выиграет, кто-то проиграет. Мы сейчас готовимся. И иншаллах, если мне суждено победить, я хочу победить лучшую версию Минеева. Что он не сказал, потом у меня там болело, тут болело. Недавно Камил Гаджи сказал, что для меня гонорар это там. Вот я недавно вот сейчас ролик посмотрел, где он говорит, что у меня типа вот Минеев отказался от гонорара. Слушай, если у меня люди, вот например, у меня близкие есть люди, там Карахан, там и так далее, у меня есть друзья, там Исау Мара, Саид Гаджи. У меня есть много братьев, с которыми мы идем по жизни. И если у них возникнет какая-то проблема, в какой-то их индустрии, где я принимаю участие, я тоже откажусь от гонорара. Но у меня ситуация, я только пришел в Fight Night, и там сейчас говорят, я там отказываюсь от гонорара. Если отказываешься для Камила, откажись красиво, откажись, они там на публику. Я отказался от, какой красавчик, отказался от гонорара. Молодец. Ты если отказываешься для своего близкого, если ты хочешь красиво сделать, сделай молча. Просто откажись молча. Мак, а что у тебя такая малочисленная группа поддержки сегодня? Один человек только смеется на твою счетку. Мне достаточно. Или вас двое, и все. Мне главное, что я кайфую. Мне главное, что я кайфую. Ты сам сказал, сам посмеялся, да? Да, конечно. Ты всегда так сам себя удовлетворяешь? Мне всегда хорошо. Мне сразу хочется вопрос такой, Владимир. Я извиняюсь, я извиняюсь, я извиняюсь. У меня 27 число ждал я там в интернете, там туда-сюда. Это понятное дело. Вот ты мне скажи, вот ты написал, я трус. Ты считаешь меня трусом? Конечно. Да? Ты думаешь, я трус, да? Конечно. Вот ты считаешь, что я... Я тебя обосновать даже могу. Знаешь почему? Давай. Потому что я в твоем городе один хожу, а тебя одного нигде не встретить. Ты постоянно столпой своей свиты. Там, тут вы толпой, там, тут вы толпой, тут, тут. Тебе такое ощущение, как будто группа поддержки постоянно нужна. Даже когда подрался Индиев, и на следующий день ты начал перед ним заискивать. А, ты там вот так сказал сразу после боя. Чтобы ты был в курсе, эти слова я сказал еще до того, как он выйдет в клетку. Потому что лично я прекрасно понимал, на что он идет. Если ты сделаешь вид, можно я до конца скажу, тебя все выслушали здесь. Когда я проходил на бой, все понимали, что будет. И не надо делать вид, что ты такой, типа, не знал. Ну, ты взрослый мужик, у тебя дети есть, ты так себя ведешь. Ну, все, давайте. Смешной. Да, давай конструктивно, Магомед. Если ты перебиваешь, ты будешь готов, что тебя тоже будут перебивать. Правильно? Если ты перебиваешь. Ты актуальными вопросами перебиваешь, что ты какие-то... Друзья, я предлагаю пару слов дать Камилу. Если ты наедине, ты никогда в жизни не скажешь, что я трус. Мне в лицо, наедине, ты никогда в жизни не скажешь. Друзья, давайте Камилу Гожеву послушаем. Нет, сейчас, подождите, выходить никуда не надо. Пойдем. После 11 часов. Ты сейчас хочешь, чтобы бой начался за месяц, что ли? Я тебя и на улице, и в бою, где хочешь, я тебя растаскаю. Я в Махачкале был, а один ходил. Чего ты меня там растаскаешь, не растаскаешь? С этого момента сколько времени прошло? Я посетил пять разных залов в Махачкале, где меня... Пять разных парных, и нигде Минеева не встретил. В парных ты меня хотел встретить? Ты со мной хотел в бане подраться? Ты хотел со мной голыми подраться, что ли? Что у тебя за наклонность в бане? Вообще разницы нету. Закутались и полотенчиками, и зарубились бы, если на то пошло. Магомед, Владимир? Магомед любитель легкой эротики. Не трусы, не трусы, они вот так двигаются. Магомед, Владимир, Магомед. Представляете себе, как бы мы дрались в бане? Дайте, дайте, вот все-таки, сейчас, чуть-чуть. Спортсмен, он, я извиняюсь, я извиняюсь, прошу прощения, я понял, мне надо договорить два слова. Дайте ему пару вопросов. Благодарствую. Спортсмен, когда тренируется в одном зале, не ограничивается одним залом, он двигается по залам. Атлетика, Горец и так далее. Парные, мы должны разгружаться. Нигде я его не встретил в Махачкале, нигде. Он как будто забрился в какой-то угол, и в этом углу он все, фу-фу-фу. Он работал там. Что ты говоришь? Если ты свободно прям ходил, я тебя нигде не встретил. Я все залы Махачкалы посетил. Кроме Академии Магомеда. Магомед, я предлагаю за тему Махачкалы перейти к теме предстоящего боя. Кроме Академии Магомеда, там, где я тренируюсь. Да, и... Ему кровь Махачкалинскую... В принципе, вопрос прозвучал по поводу того самого гонорара, от которого вы отказались, Владимир. Да? Я считаю, что в этом противостоянии, в материальной поддержке только Мага нуждается. В принципе, о чем он сейчас сказал. Ясно. Камил, вам слово. Что нас ждет 19 октября? Да, на самом деле, мне кажется, что это нормальная история. Немножко выпустили пар. Почему? Потому что напряжение высокое. И это хорошо для фанатов. Это хорошо, потому что этот бой ждут, этот бой обсуждают. И... Это, наверное, самое ожидаемое событие в российском МММА. За последние, как минимум, несколько лет. Я вот по поводу пояса. Где его Володя взял этот вопрос? Потому что он пояс в «Файт Найс Голбан» никогда не выигрывал. По крайней мере, за 8 лет, которые компания существует, у него были пояса только по кикбоксингу. То есть, меня это немножко удивляет. И я знаю, кто, на самом деле, чемпион организации в том веке. Я думаю, все знают, кто чемпион. Что там не знать-то? Кто чемпион организации в этом веке. Мога сейчас и перед Кополом, что ли, заискиваешь тоже? Это... Ну, в общем, знаете как, я благодарен этим двум парням. Благодарен за то, что они сделали индустрию не скучной. Они избавили зрителей от стереотипа о том, что ММА – это андеграунд, что это не для простых людей, что это для целевой аудитории. Большие молодцы. Они заставили этот бой действительно ждать. И я к этому событию с большим трепетом отношусь. Сам, может сказать, к нему готовлюсь. И, ну, надеюсь, что это станет важной рэперной точкой в развитии компании. Спасибо большое. Алин, вам слово. Вообще, почему вы в этом проекте, ваша компания в этом проекте, и в чем заключается, на самом деле, вот такой стратегический интерес для вашей компании? Спасибо. Меня слышно? Да, слышно-слышно. Мы уже год являемся генеральным спонсором Fight Nights Global. Но могу сказать то, что за этот год мы увидели в Fight Nights не просто площадку, где мы можем показать свой брендинг, а действительно стратегического партнера. У нас общая цель – это популяризация ММА в России. Могу заявить то, что у нас растет количество ставок на единоборство, растет количество ставок на Fight Nights. Этот вид спорта действительно становится более популярным. Я вижу рейтинги на телевидении. Они тоже растут. Для нас важно быть партнером такой крутой организации, как Fight Nights. Поэтому, во-первых, хотел бы вообще выразить благодарность руководству и всем бойцам этого промоушена. По предстоящему бою могу сказать то, что у нас пока… Меня обычно все спрашивают о расстановке сил. У нас пока нет коэффициентов, кто победит. Но в предыдущем бою был фаворитом Владимир Минеев. И, скорее всего, эта тенденция сохранится. Для тех, кто уже хочет почувствовать вовлеченность, мы сделали специальную акцию с Fight Nights на нашем сайте. У Маги есть вопросы уже по этому поводу сразу. Есть вопросы и несогласия. Коэффициенты у нас появятся 1 октября. Но уже сейчас можно поучаствовать в розыгрыше и призов. И мы совместно разыгрываем билеты на предстоящие события. 1 октября мы увидим, сколько действительно человек верит в тебя. Сколько человек действительно готов поставить на тебя хоть 1 рубль. Не написать комментарий в инстаграме или что-то такое, а реально прийти и пожертвовать своими деньгами. Алина, а вы кого считаете все-таки? Я вообще против ставок вообще. Не ставьте. Такая система вообще обманчивая. Просто так ее не создают, чтобы заработать. Ушел все в физм. Конечно, я считаю фаворитом Владимира Минеева, особенно после этой реплики. После того, что сказал Магомед Исмайев. Стойте, уже начало. Я, кстати, знаю... Все красивые девушки будут болеть за меня, и деньги свои за меня будут ставить. Вот, кстати, вот только увидел лицо красивой девушки, которая вот так и не согласилась с тобой. Чисто мимикой своего лица. Так что... А ты как понял, что она не согласилась? По мимике лица понял. Ты вот различаешь, когда девушки не соглашаются, да? Конечно. Тебе часто приходится это видеть, по-моему. По мимике лица, кто боится, можно понять по мимике лица. Вот, на него смотрю, ощущается. И все остальное тоже. А если цвет головы красный, что это значит? Это значит, на башь накинуть мозг. Цвет настроения красный у Магомеда Исмайев. Это значит... Я вот... Нечего. Тот факт, что у нас в президиуме есть девушка... Может, с Тимати? Новую песенку. Цвет настроения красный. Я боюсь выходить против Минейева. Ребята, на самом деле, Тимати вспомнили. Я отмечу просто... Стой банды, парень. У нас в президиуме девушка. Это некий символ того, что девушки интересуются этим видом спорта. Просто вернусь к теме того, что ММА очень доступен. И... Это на самом деле здорово. Это делает ММА другим. Я думаю, что вы с этим согласитесь. Честно говоря, мы пришли к выводу, что... Вот это некое шоу-составляющее, которое не всем нравилось, которое многие называли там нехорошими словами. Ну, то есть хорошим словом цирк, на самом деле. Хорошее слово. Детское такое, доброе. Но это многим не нравилось. В правильном формате это шоу-составляющее все-таки на турнирах по ММА нужна. Мы вот смотрим, что зритель просит нас обращать на это внимание. В таком бою, как главный на Fight Night Global 90, в принципе, притаскивать за уши шоу-составляющее не нужно, она уже есть. Да, потому что столкновение двух бойцов, двух героев, двух персонажей, это уже шоу для многих, особенно учитывая их харизму. Учитывая их харизму, и на меня показал. Это от слова харя. И хорошо, что девушки одним словом интересуются, приходят, Алина. Вам спасибо. Не мужика прислал фонбет сюда, а девушку прислал. Это важно. Идем дальше. Я прошу прощения, но мне кажется, вот эту историю с поясом нужно как-то немножко до конца разобрать. А ты видишь, даже никто вопросов не задает. Просто всем понятно. Все и так знают, он на месте. И не просто так я сюда с ним пришел. Ни у кого вопросов нет. Глупость какая-то. Что же он не знает вопрос? Что за глупость? Что он с поясом? Я сейчас скажу фразу, с которой он не сможет не согласиться. Мага, ты же считаешь, что наш бой это как чемпионский бой? Однозначно. Все. С этим не могу не согласиться. Все. С этим может не согласиться Роман Капулов. Я просто назову имидж. Ну это потом он у себя на странице не согласится с этим там в Инстаграме или где-нибудь. Это твоя вочина, Роман Капулов? Да. Как он выглядит, вы знаете? Вы когда последний раз видели или слышали про Роман Капулов? 30 марта. Когда он отличный цвет. 30 марта. Сколько времени прошло с 30 марта? Ну давненько не видели, да, Роман Капулов. Вот этот бой чемпионский. Это на самом деле чемпионский бой. Не просто так здесь этот пояс. И чемпион должен выглядеть вот так. Я думаю, что в общем все все Вова, где ты пояс взял? Вот это главный вопрос. Потому что у тебя в принципе быть не может. Пояс совершенно точно у Романа в Кемерово. Рома на самом деле настоящий чемпион. Отличный боец. Сейчас не в Москве. Хотя было бы интересно его сюда пригласить. Его обязательно надо пригласить на турнир 19 октября. А вообще мне эта весовая категория очень нравится. Потому что в ней действительно очень интересные ребята. Есть такие супер раскрученные парни как Мага и Вова. И хорошие бойцы но пока еще не столь медийные как Рома Капулов. Но из этого что-то может получиться. Я думаю, Рома без внимания не оставит тот факт, что Володя пришел сюда с поясом. За который он драться пока не будет, конечно. Дамы и господа я предлагаю поскольку у нас все-таки большое количество журналистов в зале давайте чуть-чуть Послушаем да, да, да. Из нашей вот этой ауры обратимся к залу. Коллеги, пожалуйста подходите к микрофону задавайте ваши вопросы представляйтесь милости просим. Шигаев известие вопрос Владимиру Минееву вопрос такой какую мотивацию для себя вы находите на сайте Fight Nights Магомед Исмаилов не входит в топ-5 рейтинга ну насколько вам интересен этот бой потому что вы первый номер и вопрос Камилу Гаджиеву этот бой как иллюминатор получается победитель боя выйдет на чемпиона ну Володя ответит и последний вопрос Магомеду Исмаилу кто повезет кто кого повезет на ешке кушать после боя моя мотивация в том чтобы избить Магомеда Исмаилу пора засмеяться наверное хорошо если говорить о рейтинге да что там с рейтингами да это вопрос почему он не в рейтинге он выиграл бой у Алькантары ну видимо наш спортивный департамент который занимается рейтингами он посчитал что этого мало чтобы в рейтинге быть ну чтобы войти в топ-5 но наверное это тот случай когда не буду отвечать за Вова в чем его мотивация наверное это тот случай когда рейтинги и даже пояса не имеют значения то есть вот пояс да это это круто это там верхняя точка в любом ММА промоушене но в данном случае этот пояс никакого значения не имеет в данном поединке как и рейтинги если бы Магомед Исмаилов не провел вообще ни одного поединка в Fight Nights Global он до юра даже не мог бы быть в нашем рейтинге но от этого боя не было бы менее интересно а так я считаю что он точно в эти топ-5 входит если говорить с точки зрения спортивной составляющей кто там на первой строчке ты сказал на первой вот после боя определиться как будто он не знает строчка определиться 19 октября на какой строчке на самом деле я нахожусь мы пойдем поймем 19 октября чтобы попасть в топ-5 надо было хотя бы по пукам выиграть я сразу иду и первого номера я сразу иду и первого номера снимаю понимаете цель зачем это десятку проходить пошел первого вытащил ты да номер один иди сюда да потому что так не бывает Магомед если бы ты занимался спортом в действительности ты бы понимал что это долгая дорога а не просто так так не бывает как в инстаграме раскрутился и все а у меня 300 тысяч подписчиков я блогер так не бывает в спорте надо пахать каждый день ступенька за ступенькой подниматься а ты так хочешь а я пришел первого номера взял так не будет по факту 19 числа самое твое большое зачарование в этой жизни все придут смотреть все твои подписчики придут смотреть на твою историю поражения 19 числа все они на тебя подписали чтобы это увидеть не разочаровываю не вздумай заболеть Камил тебе вообще в твоих интересах чтобы бой продлился больше раунда или меньше ты просто скажи сколько что ты хочешь скажу что я конечно 5 раундов хотел бы не только я а все зрители потому что это позволит нам дольше ты сейчас планируешь в каком раунде умереть что ли дольше находиться в эфире на матч ТВ есть еще один нюанс и я о нем не могу не мечтать честно скажу если вы подеретесь 5 раундов и бой будет очень равным это не обещали 5 раундов да то будет наверное много разговоров о том насколько там справедливое решение не справедливое решение в любом случае это предпосылка к реваншу я бы с удовольствием прожил еще раз этот отрезок жизни связанный с вашим поединком на самом деле потому что я просто получаю кто-то не захочет прожить его еще раз я могу сказать что ни одного боя знаете я какой бой я очень ждал бой Бату Хасикова с Майком Замбидисом помните по кикбоксингу они дрались 5 раундовым бою в Лужниках я его как болельщик ждал мне было интересно столкновение двух личностей я их знал двух характеров двух там стилей и так далее здесь то же самое я ни одного боя так не ждал как жду вашего боя потому что это когда вот вы двое зайдете в клетку не знаю весь зал должен наверное встать и стоит этот бой смотреть там еще был третий вопрос по поводу Мерседеса но это к Маге наверное да третий вопрос был к Магомеду кто кого повезет кто кого повезет не знаю вот этим пальчиком я уже показывал там гидравлика хорошая система пошел Муаммад с чистым лицом с чистым лицом добрым с улыбочкой и наешкой суть то в чем он не нуждается туда-сюда хорошо я не нуждаюсь я там при бабках туда я за хлеб дерусь понимаете разница голодные всегда побеждают сытых вот в этом суть даже я не отказываюсь я сейчас мог бы говорить что я где-то зарабатываю там помимо спорта я не буду этого говорить да я нуждаюсь в этом гонораре я нуждаюсь в этой ешке и я заберу я жажду я должен забрать это накормить себя и накормить свою семью моя мотивация я более мотивирован и я более нуждаюсь в этой победе а он как бы деньги не нужны у него дался туда-сюда вот с какими голодранцами приходится иметь дело ну ну что вопросы да держись главное держись клетки держись за сетку слушай вопрос добрый день телеканал я больше меня зовут Роман хотел задать вопрос сперва боем бойцам скажите пожалуйста как вы считаете считаете ли вы себя первопроходцами трештока в России и второй вопрос уже магик после того как вы ответите с вашего позволения я считаю что мы неотъемлемая часть индустрии такие какие мы есть и в данный момент индустрия нуждается именно в нас и в наших стилях начало ли это трештокинга в России или начало ли это того что в целом просто индустрия растет ну это решать вам мы такие какие мы есть и это правда да да он всегда со мной соглашается можно еще поподробнее я сейчас я продолжу да да мы такие как какие мы есть да с этим не поспорить и я думал что он играет одно время я думал что он играет до момента пока я не посмотрел его там интервью где ему говорят вот вы ты как 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 тактаров там рекламировал бы там спиртное там и так далее ну там если бы мне предложили бы деньги почему бы нет да это играло ему не на руку сказать такое да потому что это ненужная пропаганда там и так далее но все равно он сказал как есть вот сказал ты что ты же в голову слушай сказал ты же на улице по моему да если бы мне дали деньги а ты вот так было да вот слово вот слово так было я сказал что я буду рекламировать спиртное рекламировал бы его за деньги где это написано ты там говорил где давай вот если ты отвечаешь за свои слова покажи мне где ты сказал где эти слова покажи мне их у меня у меня там интервью давай покажи где открывай я сегодня закинул давай закинешь ты я в инстаграм сам напечатаешь вот этот отрезок закинул давай давай все давай где ты говоришь тоже мне журналист это проехали слушай одним словом за деньги он готов рекламировать и пиво и мило и что попало а тут он вещь ну да он друг походу хороший для Камила Гаджиева он решил подраться бесплатно а все остальное как бы за деньги там и пивко прорекламировать так что так что не надо рассказывать делай натуральнее так что не надо рассказывать делай красиво слушай он Адаму Яндиеву слушай ты вот я то что говорю о нем я говорю как есть то что я увидел то что я ничего не преувеличил то что он трус сказал он не сможет не пояснить не обосновать я тебе уже пояснил вот сейчас встану я его пощечинами загоняю и скажу вот видишь я же не говорю я не трус видишь вот сейчас просто здесь таз там туда сюда непонятки чтобы непонятки не получилось это мы оставим на после боя потому что я как так как я очень хорошо положительно отношусь к Амилу Гаджиеву и в той базе фанатов большой которые ждут этот бой я контролирую себя сейчас а за труса и не труса уже после боя когда вот контракт уже все закрылся вопрос с контрактом тогда уже и порешаем за труса и не труса останемся как настоящие мужчины в определенном помещении где никого больше нет и посмотрим кто трус а кто мужчина так другое подожди я предлагаю просто продолжил много вопросов не успею как раз к тебе вопрос скажи пожалуйста в свете последней истории с Кридом и Стимати с ними разобрались выражаясь языком забито хуй знает вообще не то чтобы там разобрались я против пропаганды пива там и так далее и там все что там пытаются навязать молодому поколению типа там ну женщина это будущая мама да в первую очередь девушка это будущая мама я так на это смотрю если ты там в своей пропаганде в своих песнях говоришь что она плохая там и так далее с ней можно поступать так-то и сяк-то и это хорошо то я не поддерживаю это и раз не поддержал народ то я тоже включился пусть будет возможно я больше всех протянул эту тему да но если мне пишут там какие-то фанатки да Крида что ты там мы там тебя ненавидим и так далее для меня этот вопрос еще не закрыт то мне значит стоит еще дать небольшое пояснение вот где кстати Бастанов где наш друг а вот ты вот сейчас спроси да что ты не спрашиваешь надоело ли мне вот сейчас спроси ты в комментариях написал зачем мы с тобой лично общаемся правильно мы же лично общаемся с тобой даже встречаемся обнимаемся у нас а ты в комментариях пишешь как там какой-то хейтер тебе не надоело что надоело мне что именно почему мне должно есть я же поясняю мне написали и так далее пишут для меня эта тема не закрытая так что мне должно надоело и почему ты меня спрашиваешь в комментариях а не лично приступ но не взял не ответил а в комментариях ответил ты что трубки не берешь разницы никакой спасибо такие вопросы надо задавать лично мы же с тобой лично общаемся я думаю у Азамата Бастанова еще есть будут вопросы сейчас к тебе да я послушаю я думаю так раз есть возможность Азамата он правда трубки не берет да давайте ваш вопрос Степан Феростал Спорт24 вопрос Камилу Гаджиеву Камил вот сейчас идет раскрутка турнира и 19 октября должны заинтересоваться в турнире ну помимо там узкоспециализированной аудитории еще широкая широкая аудитория за счет хедлайнеров вечера и сейчас у организации идет прямая раскрутка именно главного боя вечера но если с одной стороны этот турнир выйдет достаточно интересным за счет главного героя но с другой стороны если вдруг что-то случится и главного боя не будет то мне кажется и как скажем позиционируется то турнир выйдет наверное одним из самых провальных если брать Москву почему ну если какой-то план Б то есть если что-то случится и почему не уделяют внимание допустим ну вот если бы здесь были например две девочки которые будут драться за пояс Борисова и Агапова то есть хотя бы можно было говорить что там организация уделяет внимание еще тоже не менее важным людям хорошо спасибо Камил включить а не включил во-первых хочу спросить або разу может такое случиться что бой не состоится в моем случае я без ноги приползу но тем не менее такое же уже было бой не состоялся только один раз и по причине Владимира Минеева конкретно не состоялся когда все было уже такое же может случиться с любым может быть сказочная версия а сейчас я скажу реальную версию бой несколько раз не состоялся потому что были одинаковые причины у нас травмы колен но сейчас что бы ни было мы оба выползем в эту клетку если что-то будет за три месяца ноги не будет я ему сам его донесу до этой клетки за три месяца до боя за три месяца до боя где мы только обусловились что мы планируем нам еще условия контракта надо обсуждать и так далее и мы еще к этому до делу не подошли я травмировался был но это не значит что я сорвал бой еще там три месяца до этого запланированного еще а когда за две недели у тебя что-то происходит это бой сорвался называется знаете что хорошо что этот бой состоится на самом деле именно сейчас потому что градус высокий я вот насчет раскрутки просто когда когда ты говоришь организация занимается раскруткой боя я здесь немножко ну дам комментарий не то чтобы поспорю когда мы так говорим это означает что как будто мы искусственно создаем какие-то ситуации которые влияют на зрительский интерес в данном случае бой раскручивать не надо то есть эти два человека просто взяли все сами сделали вот им им даже fight night извините не нужен они могут в любом месте подраться и сейчас я имею ввиду на организации промоушена если бы они дрались на UFC в Москве который был 15 сентября ну при всем уважении UFC это номер один организация в мире без всякого но если бы они дрались то зрительский интерес был бы гораздо выше чем он был в итоге к турниру то есть им не нужен им fight night вообще не нужен поэтому мы это так клетка скажем так а что касается остальных участников ну пусть смотрят делают выводы если мы сюда не пригласили Машу Агапову Юлю Борисову то это наверное значит что просто из того часа что у нас есть к сожалению нам пришлось бы еще 10 минут потратить на то чтобы рассказывать людям кто они такие пусть они этим занимаются эти два парня это пример для всех остальных только ладно говори не будем сейчас я вернусь к этому упомянули как раз UFC и например там была такая практика когда Саша Волков приезжал в качестве запасного бойца на бой именующих кормье также проходил процедуру взвешивания был готов в любое время включиться в этот бой также было с Камаром Усманом в бою улетел не было такого варианта но поистим тот же Роман Копылов чтобы сделать его бойцом есть несколько бойцов которые сегодня свободны от обязательств и теоретически могли бы заменить Василевский ну то есть все же имена Инамото ну Роман сам Копылов он сам сейчас травм ну Василевский Инамото вот два человека это вообще другая история вообще другая она даже близко не стоит вот еще раз при всем уважении к их как бы классу и прочему есть столкновение конкретно двух бойцов Минеев и Смаилов и Смаилов Минеев кому как нравится И Смаилов Минеев но в любом случае вот есть этот бой как явление и каждое звено в нем по отдельности уже не так много весит ну при всем при том что они там красавцы медийные все молодцы но в паре они гораздо сильнее поэтому на самом деле нужно быть благодарным друг другу что они поработали на популярность друг другу как бы там ни было это ладно у нас треш-токинг там туда-сюда вот треш-ток туда-сюда ты же вот с Адамом ты же у тебя был треш-ток но когда вот раз речь вот меня все вот этот трус не оставляет меня в покое вот это когда Адам приехал где ты был где ты был приехал куда где ты был говори конкретно кто за тебя разговаривал Магомед куда приехал слушай слушай приехал Адам решать вопрос где ты был куда кому когда ты знаешь ты все очень хорошо знаешь сейчас я детально тебе разговариваю ты говори конкретно кто куда когда приехал и кого где не было быстренько Владимир Менеев быстренько пожал ему руку орая-мурая, все, я туда-сюда, я ничего не знаю, я не приглашаю, это называется, конкретно трус не хочу сказать, но инстинкты самосообразования на высшем уровне как бы у человека, так вот, и вообще, когда парень в сорочке меня называет трусом, мне обильно становится, как минимум, ну, ты вообще радоваться должен, что ты фотка есть, потому что тебе хоть что-то можно выставлять, не так сильно обильно, хоть какое-то спасение есть, если бы настоящий мужчина сказал бы мне, такой, а, ну, ты трус, тогда я вообще зарубился бы за это, начался ремикс, если бы то, если бы это, а тут парень в сорочке, ничего страшного, парень в женской сорочке, интересно, почему Кархан не смеется сейчас, даже твой друг не смеется, обидно за мужчину, слушай, что смеется, да у меня, честно говоря, есть желание услышать вопросы от Азамата Бастанова, У меня последний буквально вопрос к Магомеду, Магомед, видел ли ты бой 8 сентября Владимира Минеева и Павла Масальского, если нет, то интересно. Это было не бой, это было, это просто ему нужно было выйти и прочувствовать вот этот соревновательный процесс и так далее, у него был большой простой, ему надо было пережить вот эти волнения и так далее, перед боем, когда простой бывает, это необходимо, какой бы там соперник перед тобой не был, в любом случае, это победа для него, я его уже поздравил с этой победой, и этого ему, я думаю, хватит. А тебе неинтересно посмотреть этот бой в рамках подготовки? Я знал ничего нового, он все там, все то же самое, ну, задушил парня он, значит, тот парень очень-очень-очень плохо боролся, вот как обычно не бывает, вот, но, ты говорил, что у меня короткие ручки, говорил? Вот и все видят, что говори. Вот и порешаем, в бою порешаем, у кого короткие ручки, вот. Я думаю, что это, если это будет пятираундовый равный бой, как я уже говорил, то есть предпосылка к реваншу, то есть можно будет добавить еще один раунд, по итогу боя. Я думаю, что это, если это будет пятираундовый равный бой, как я уже говорил, то есть предпосылка к реваншу, то есть можно будет добавить еще пять раундов. А вы, ребят, к реваншу готовы? Уверенно. Только его не произойдет. Это сейчас он так говорит, уверенно. После боя, после боя обсудим этот момент. После боя спросим Владимира Миниева, уверенно или не уверенно? При любом раскладе я готов к реваншу. Хочет он снова этого или не хочет? Мы спросим после боя. Сейчас я ничего ответить тебе не могу. Ты опять краснеешь, друг. Когда дело тебя касается, я вообще покраснейший. Кровь бегает просто, понимаешь? И при чем я еще захимаренный парен. Точно. Все правильно. Камил, мы с тобой обсуждали как-то раз возможность проведения боя между твоими ребятами, когда бой будет проходить от начала до конца, без перерывов. Закрывается клетка и выходит только тот, кто может выйти на своих ногах. Не было ли идеи провести такой бой между Магой и Володей? Чего ты сейчас там? Чего ты сказал? Это фишка определенная, которая добавляет интереса к бою. Она, наверное, интересная. Она может быть как в бою у очень известных ребят, так в бою и не очень известных ребят, чтобы просто добавить интерес к бою. Но этот поединок, он не нуждается, я считаю, в каких-то дополнительных фишках. На самом деле, так, я думаю, со мной согласишься. Есть Минеев и Смаилов, есть Смаилов и Минеев. Есть пятираундовый бой. Все по правилам. Это не бой за пояс. Но, как мы уже здесь установили, здесь пояса не имеют значения. Ну, менять правила в данном бою нет смысла. Володя, вопрос к тебе. Мы с тобой общались, и ты мне сказал, что ты не знаешь, что будет после этого боя. Что у тебя есть план уехать за границу, то есть выступить в одном из заграничных промоушенов. Сейчас же есть новость о том, что ты подписал контракт с Файт-Найс на несколько боев далее. Это означает, что ты больше не планируешь переезжать за океаном? Да, я говорил, когда мы общались о том, что у меня есть соответствующий план попробовать свои силы в зарубежных промоушенах. Но я уверен, что какого бойца сейчас не возьми из России, эти планы есть у всех. И это, в принципе, нормально. Мне интересна история с вот этим поясом, который передо мной стоит. Потому что я действительно считаю, что я чемпион в этой весовой категории. И после только, ну, я думаю, что именно этот бой должен стать рэперной точкой. Что касается... Какой еще вопрос был? Ну, вот как раз вопрос про то, что есть у тебя планы, переехать или нет. Переехать? Ну, переезжать, наверное, какое-то такое слово слишком образное. Переезжать туда. Попробовать свои силы в иностранном промоушене. Почему нет? Но для начала нужно закончить все дела в России. Смотри, что делать. Ну, пусть поддержит его. Он сфоткаться хочет. Самое интересное, что пояса забираются. Самое интересное, что он ни тому, ни другому не принадлежит. Походишь? Чужой пояс. Походишь, забираешь пояс. Друг другу пояс передают, а он ни одного, ни второго. Копло рядом нет. Сейчас и так, как это... О, вот так он четко, очень правильно стоит. Мага, вопрос к тебе. Ты очень много обращаешь внимание по поводу того, что Володя назвал себя трусом. Есть ли какая-то грань, которую он не может перейти? То есть, что Минеев может сказать Исмаилову? После чего драка будет еще до боя? Ничего. Нам очень важен этот бой. Я понял, что ты хочешь. Я понял, что я понял. Нам всем. Есть вещи, которые... Вот сейчас, например, здесь ТАСС, там, туда мне объяснили, что здесь не вариант, короче, даже потолкаться. Но если бы моих родных, да, мою семью... Я знаю, это для него запретная тема и для меня запретная тема. Родные, семья, естественно, ни он, ни я там долго сидеть не остались бы. Мы уже били бы друг друга. Ну вот парень с сорочки, короче, сказал, что я трус. И я думаю, что теперь делать? Не так уж сильно обидно, когда парень с сорочки. Он обращает внимание на те вещи, которые его действительно... Ты откуда эта фотография появилась? Скажи. Что он трус. Ты же сам выложил ее. Мага. Ты уверен, что я сам? Ты такой выложил, ты не разбираешься, что ты говоришь. Ни одно свое слово ты не можешь подтвердить. Откуда она взялась? Откуда? А ты же сам себя сфотографировал? Пустота одна. Как мы уже так много разговаривали? Скажи, откуда? Что откуда? Эту фотку выложил мой... Сорочки. Дружок. Один мой дружок. Ты сам себя сфотографировал? Конечно, а что? Я сам себя сфотографировал в сорочки, и что? Ты был хорош. Классно? Не делай будешь так. Ребята, последний вопрос. Я сам решу, как мне делать. Никогда больше так не делал. Еще вопрос. Еще вопрос. Последний вопрос к вам обоим и к Володе и к Маге. Ребята, после этого боя, кроме друг друга, кого бы еще хотели видеть со своими следующими оппонентами? Чего? После этого боя... Пока я вот не могу даже представить кого-то другого в оппоненте. Я даже вопрос не понял из-за того, что ты говоришь. После этого боя, кого бы вы хотели видеть со своим следующим оппонентом? Я Копылова. Копылова. Да, Копылова не найдешь ты. Взрослый человек, дети из меня. Какой Копылов? Ты что несешь? Деремся в клетки. После спроси его. После спроси. Друзья, у нас есть экспрессом три вопроса, которые нам писали подписчики в Инстаграме и ВКонтакте. Три коротких вопроса, три коротких ответа. Значит, Магомед, к тебе вопрос. Если ты постоянно тренируешься, когда успеваешь монтировать видео? Тренируюсь в перерывах. Вот минута там, отдых бывает, монтирую, опять тренируюсь. Это мне никак не мешает. Мне полчаса надо, чтобы смонтировать видео там. Или найти там фотографию сорочки Владимира Минеева, например, и выложить. Всего лишь-то. Ты каждый раз ее ищешь, что ли? Давайте пришлю, пусть у тебя будет. Повесишься на кровати. В белой. В белой давай. Что меня каждый день смотреть. Лично я так и делаю. У меня твоя лысая голова напротив лежит, я каждый день просыпаюсь, смотрю на то. А мне даже иногда отблескивает в глаз. В белой отправь мне в белой и с кружева вот здесь. Вопрос Владимиру. Владимир, что вам больше всего нравится и не нравится в человеке по имени Магомеда Смаилов? Все ему нравится на самом деле. Да? Вообще в тупик ставят вопросы. Он мне и не нравится, и как бы, ну, чисто по-человечески у меня нет к нему никаких вообще предрассудков. Он мне не может нравиться и не нравиться тоже. И Камилу вопрос. Камил, что с судейством на этом турнире? Хороший вопрос. Такое актуальное в последнее время. Мы сейчас объявим имена людей, и это будет расширенный список, где-то около 15 человек. Имена людей, которые могут обслуживать этот турнир, судейскую бригаду. И предложим нашим фанатам, подписчикам выбрать. Выбрать людей. То есть предложим самых заинтересованных людей, зрителей, поучаствовать в выборе. Шесть имен, которые будут выбраны народным голосованием. Эти люди и войдут в состав судейской коллегии. Но могу сразу сказать, что это будут известные имена. И не какие-то люди в сомнении в профессиональной компетенции, которых у кого-то есть. Это иностранные судьи? Это иностранные российские судьи. Но я, честно говоря, больше склоняюсь к российским судям. Почему? Потому что иностранец он отработал и уехал. И все, как бы с него взятки гладкие. А российский судья, если он примет какое-то несправедливое решение, неправильное, нечестное решение, например, то ему придется за это отдуваться здесь. И поэтому степень ответственности, она на самом деле больше. Спасибо. Спасибо. Ваш вопрос. Давайте поуче, чтобы вы дошли первыми. Алексей Сафонов, газета «Московский комсомолец». Вопрос к магии. Уже звучала неоднократно тема про гонорар Владимира. В случае твоей победы готов ли ты на какой-то широкий жест благотворительности или что-то в этом роде? Ну, я вот подумал о молодежной команде Анжи. Там чуть-чуть небольшие проблемки. Я думал, ну, хотя бы один там вылет или на игру и так далее проспонсировать для молодых, для подрастающего поколения футболистов. Потому что было время, я когда-то сам тоже там нас ложили там по четыре человека на одно место там в автобусе. И мы там были зажаты. И по причине этого я продул спину. Ну, и с этого у меня полная разруха была в спорте, там, в вольной борьбе. Хотя я по сей день уверен, что я мог чего-то там добиться большего, чем просто там мастер спорта. Хотя это тоже непросто, в принципе. Вот, думаю, я проспонсируюсь для молодежной сборной Анжи. Я хочу проспонсировать какую-нибудь поездку, там, я не знаю, на игру, там, или еще что-нибудь. Вот, посмотрим. Ну, намерение есть. А можно, вот, девушка... Конечно. Леди ферст. Володя, здравствуйте, коллеги. Полодя, ни для кого не соответствует... К себе микрофон, можете? Клибу уже из Кей-1. Скажите, пожалуйста, что вы будете... Есть у вас какой-то план на бой? Чем вы будете могу удивлять, борьбой или все-таки стойкой? Я думаю, что бой будет происходить примерно так. Мы выходим. Я пью рукой по голове, лысой, по лысой голове. Он либо падает сразу, либо падает и хватается за ноги. И пытается бороться. Либо я заканчиваю этот бой в первом раунде, либо он пытается меня свалить. Мы там... Долго-долго происходит борьба. И потом он все-таки опять падает. Либо локти, либо колени. Спасибо за футболку. Пытается свалить и долго-долго борется. Это, конечно, прозвучало. Вообще не планировал, если честно, валить и бороться с тобой. Мне кажется, у этого боя есть два сценария. Первый мужчинский. Когда ты сражаешься со мной в стойке. Второй, когда ты ищешь спасение в борьбе. Вот я уверен, что будет второй сценарий. Ну, я тебя огорчу в таком случае по мелочи. Не, в таком случае ты меня огорчить не можешь, даже если хочешь огорчить. Да? Ну да, подумай. Короче, борьбу я тебе не обещаю сразу. Горчичка. А может быть и будет. Не знаю. Давайте ваш вопрос. Вопрос Камилу Гаджиеву. Вот 13 октября последний бой по контракту с Белатар проводит Александр Шлеменко. И он уже дал понять, что не заинтересован в продолжении отношений с Белатар. Есть ли, во-первых, интерес у Файт Найтс попробовать перспективой организовать бой с Шлеменко? Ну, такой супер-поиск победителем этой пары. И, во-вторых, есть ли у Файт Найтс сейчас возможности замотивировать Шлеменко на этот бой? Вот Саня наверняка знает про бой Мини и Фисмаэлла, наверняка следит за этим, видит, какой к этому бой интерес. Он сам должен быть заинтересован, чтобы участвовать в такого рода истории. Я считаю, это интерес каждого бойца, как и о win-win. Промоушен заинтересован, бойцы заинтересованы, зрители заинтересованы. Поэтому такого, чтобы Саня сидел в Омске и ждал, когда Файт Найтс позвонит и что-то предложит, ну, такого не будет. Но если со стороны Саня, со стороны его менеджера, то будет какой-то взаимный интерес? Я сейчас не говорю, кто первый, кому наберет, это не важно. Почему бы и нет? Можно обсуждать. По крайней мере, это известный, интересный боец со своей харизмой. И если бы сейчас Шлеменко дрался с Миниевым или Шлеменко дрался с Маилом, это было бы тоже очень интересно. Еще в 2018 году будут ли турниры в Файт Найтс после 19 октября? Да, еще один турнир мы хотим провести. Сейчас ждем информацию о состоянии здоровья Копылова. Если он приступил к тренировкам, то с большой долей вероятности пройдет бой Копылова и Намото. Как раз бой за пояс в среднем весе. И Намото выиграл свой последний бой, выиграл Алексея Иванова. Ну, и, в принципе, его все знают. Никто не скажет, что И Намото это не тот соперник. И будет интересное противостояние. И Намото Копылов. А дальше, ну, вот, интересная четверка в этом весе 84. Да, два человека здесь, два там. Между ними что-то может получиться в перспективе. А турнир, место, дата пока еще не определяется? Ну, и мне кажется, что это надо делать в Сибири. В Сибири, потому что Копылов чемпион, Копылов в Сибири. Ну, это было бы логично. Ну, и вообще, Сибирь, это регион, который очень любит единоборство. Спасибо. Коллеги, еще вопросы есть? Магомед выбирает. Это наш партнер, компания Форн. Мага, если честно, это обе кепки тебе. Серьезно? Не, без суток. Ты богатый. Ничего страшного. Давайте, еще вопросы. Да, еще вопросы. Давайте, последний завершаем. Камил, с 1 октября должен был быть введен как раз-таки допинг-контроль. Правильно я понимаю, что все-таки этого не произойдет? Ну, 1 октября уже буквально на днях. Ну, как не произойдет? Допинг-контроль такая вещь, где-то даже понятийная. Спортсмены либо употребляют, либо нет. Ты употребляешь допинг, Магомед? Фу, я просто ем его на завтра. Хорошо. Вова, ты употребляешь? Конечно, нет. Вот, вот, все. Допинг-контроль состоялся. Люди честно сказали. Да, но при этом я готов все равно избить этого человека, на каком бы допинге он ни был. То есть, на данном моменте реалии таковы. А если говорить о какой-то системе забора проб, то пока, скажем так, мы до этого не дошли. И, к сожалению, по-моему, и вообще российский спорт до этого сейчас не дорос, потому что у нас Русада только-только начинает восстанавливать свои позиции. Когда восстановят, тогда, может быть, нас никто и спрашивает. Тогда меня и завяжены с карьерой бойца. А мне, знаете, старые бои, когда все были на допинге, объективно, когда такие мускулистые мужики с большими мышцами, с которых прямо вот перло, выбегали в клетку или в ринг. Мне те старые бои очень нравятся. Я как раз вижу. Пять лет назад, как выглядел на себя, посмотри. Выглядишь, как будто тебе 20 лет. Тебе сколько? 40 лет завтра будет. На какой химии сидишь? Прыщами, как леопард, покрываешься каждый месяц. Ребята, вы готовы оба сдать анализы на только после боя? Уверен, хоть сейчас. Оба после боя? В любое время. Он уверен, конечно, что он же признался, что Азамат организуешь, организуешь сзади. Вместе с ним. Если мне организуют, отвечаю сразу после боя. Мы сейчас в Русаду позвоним, все нормально уже. Камил, ты готов организовать сзади анализов, ребят, после боя? Не вопрос. Давай, Азамат. Ну, если хотят, пусть сдают. Но мне кажется, они уже все сказали. Один признался в том, что употребляет, другой признался в том, что не употребляет. Камил. А что такого? А что ты? Удам уже вопрос. Вопрос в продолжение темы сразу. В продолжение темы, если это все-таки случится, то каких сзади вы будете привлекать? Русады или Вады? Что улучшит на вашем? Ваду нельзя привлекать. Там у них, честно говоря, такой бардак. Не поймешь. Сейчас Русада то ли дают лицензии, то ли нет. Нет, все нормально. Все, Русад. Давайте не будем светлыми организацией здесь всуять. Нет, ни в коем случае. Их восстановили, поэтому все теперь. Я, кстати, о них плохо не говорил. Я говорил просто о том, насколько они в текущий момент легитимны. Легитимны. Все, они легитимны. Можно, они проводят. Ну, тогда, конечно, Русада... А что, я не доверяю, например, им? Тогда, конечно, Русада, потому что Русада дешевле. Я извиняюсь, Камил, но я не могу сказать, что я не доверяю Русада, что они не внушают мне доверие. Например, чего там такое? Я понимаю, такое имя, наверное, чистое, но там по работе же судить надо. Правильно? Они недавно сейчас приступили, я так понимаю, правильно? Недавно они там... Если вы имеете полное право поехать в ближайшую лабораторию в Минске и сдать там. Да? Да. Ну, все, да. Это понятное дело. Вообще просто... Или в Финляндии. Не будем, чистое имя. Вы отношения имеете к этому, да? Или в Махачкале. Именно. К Русада. Имеете отношение какое-то вы, да, прямое? Я? Нет, я просто знаю ситуацию. Вы просто так впрягаетесь. Знаю ситуацию, да, да, да. Просто так, да. Я, знаете, что, во-первых, вас хочу пригласить сегодня вечером.